В городском Доме культуры прошло награждение лучших спортсменов города по итогам 2014 года. Традиционно спортивную элиту определяли в нескольких номинациях. В этом году их было 14. Лучший тренер Ямала, Олимпийская надежда, лучший спортсмен с ограниченными возможностями здоровья и другие. В церемонии награждения принял участие глава администрации города Олег Черевко. Еще до начала торжественной церемонии награждения в фойе Дома культуры собрались все, кто любит спорт, живет спортом. И для кого это не просто увлечение, а смысл жизни. Здесь как ветераны, так и совсем юные спортсмены, которые только начинают свой профессиональный путь. Все эти награды, грамоты и кубки – результат труда лобытнанских спортсменов. Праздник молодости, красоты и сил открыл глава администрации города Олег Черевко. На сцену приглашается Строганова Карина, победитель первенства Ямала по шахматам город Ноябрьск. Серебряный призер деревенства Ямала по быстрым шахматам город Лобытнанки. Он поблагодарил всех и каждого, в числе награжденных мастера спорта международного класса России и мира, члены сборной Ямала, спортивные судьи, тренеры и даже целые хоккейные команды. Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто помогает спортсменам материально. У нас хватает задора, наверное, хватает и спортивной злости. У нас, наверное, не хватает именно заведений, объектов, которые могли бы действительно очень серьезно повлиять на наши результаты. И вот своей основной задачей, я сформулированной в ближайшие годы, это сформировать тот комплекс спортивных сооружений, которые в полной мере дадут возможность всем вам раскрыться в полной мере и дать результаты еще на голову выше. Призеров также наградили депутат городской думы Алексей Яковлев, а также заместитель главы администрации Марина Трескова. В номинации «Лучший инструктор физического воспитания детских дошкольных образовательных учреждений» победителем стал Юрий Касмина. Руководитель физического воспитания детского сада «Сказка» в 2014 году воспитанники Юрия Григорьевича становились победителями и призерами соревнований «Спартакеады» среди дошкольных образовательных учреждений «Старты надежды». Последние 17 лет его место работы неизменно – детский сад «Сказка». Меняются только дети. Одни вырастают, им на смену приходят другие, и в каждом из них Юрий Григорьевич умеет пробудить любовь к физической культуре. Эта победа, говорит инструктор, не только моя заслуга. «Молодец! Мирно! Здравствуйте! 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 Я не отношу это именно к своему. У нас коллектив. И вот благодаря совместному администрации детского сада, вот с Ларисой Василиной, инструктору по плаванию у нас, то есть мы взаимодействуем взаимодействие. А среди нашего коллектива выбрали меня». Также в процессе награждения были отмечены все, кто принимал участие в городских спартакиадах школьников и дошколе, спартакиаде среди женских и мужских команд, тех, кто освещал ход спортивных событий, ну и, конечно, организовывал эти спортивные мероприятия. А в финале ведущие напомнили всем, что в нашей стране возрождается физкультурно-спортивный комплекс готов к труду и обороне. Так что встречаться на спортивных площадках теперь будем чаще. Татьяна Швец, Эдуард Захаров, программа «Время местное».